Всем привет! Продолжаем! Продолжаю я зачитывать книгу Совершенный код Стива МакКоннелла И сегодня продолжаем главу 24 рефакторинг И начинаем с подглавы точнее продолжаем и начинается такая подглава Безопасный рефакторинг Итак рефакторинг эффективный способ повышения качества кода Но как и все эффективные инструменты при неверном использовании он может причинить вред Несколько простых советов помогут предотвратить неверное применение рефакторинга И вот эти советы Сохраняйте первоначальный код Перед началом рефакторинга убедитесь что вы можете вернуться к коду с которого начинаете Сохраните код в системе управления версиями или скопируйте корректные файлы в резервный каталог Стремитесь ограничить объем отдельных видов рефакторинга Некоторые виды рефакторинга масштабнее других К тому же не всегда можно точно сказать что именно составляет один вид рефакторинга Чтобы четко представлять все следствия вносимых изменений Не раздувайте виды рефакторинга Выполняйте отдельные виды рефакторинга по одному за раз Некоторые виды рефакторинга сложнее других За исключением самых простых случаев Выполняйте все виды рефакторинга по одному за раз Компилируя и тестируя программу перед следующим видом рефакторинга Составьте список действий которые вы собираетесь предпринять Естественным расширением процесса программирования с псевдокодом является составление списка видов рефакторинга которые приведут вас из точки А в точку Б Составление такого списка поможет поддерживать каждое изменение в соответствующем контексте Составьте и поддерживайте список рефакторинга который следует выполнить позже Выполняя один вид рефакторинга вы можете счесть необходимым еще один вид Взявшись за него вы можете обнаружить в коде недостатки призывающие к третьему виду Если изменение не требуется сию минуту включите его в список изменений которые следовало бы внести в программу когда-то но не обязательно вносить прямо сейчас Часто создавайте контрольные точки Иногда рефакторинг внезапно уходит в сторону поэтому вам следует не только сохранять первоначальный код но и создавать контрольные точки на разных этапах рефакторинга чтобы можно было вернуться к работоспособной программе если рефакторинг заведет вас в тупик Используйте предупреждение компилятора Компилятор часто не замечает небольших ошибок Задав компилятору самый строгий уровень диагностики вы сможете исправлять многие ошибки почти сразу после их внесения Выполняйте регрессивное тестирование Дополните обзоры измененного кода регрессивным тестированием Конечно же это зависит от наличия хорошего набора тестов Создавайте дополнительные тесты Не ограничивайтесь регрессивным тестированием программы с использованием старых тестов Создавайте новые блочные тесты для проверки нового кода Тесты устаревшие в результате рефакторинга удаляйте Выполняйте обзоры изменений Если обзоры важны при первоначальном написании кода то при последующих изменениях их важность лишь повышается Эд Йордан сообщает что первая попытка внесения изменений в код более чем в половине случаев оказывается ошибочной Интересно Что если программист имеет дело не с несколькими строками кода а с более объемным фрагментом вероятность внесения корректного изменения более высока Точнее говоря по мере увеличения числа изменяемых строк с 1 до 5 вероятность внесения неправильного изменения повышается а после этого снижается Программисты относятся к небольшим изменениям легкомысленно Они не анализируют их не просят коллег выполнить их обзор а иногда даже не запускают программу чтобы проверить что исправление корректно Мораль проста Рассматривайте простые изменения так как если бы они были бы сложными В одной организации в которой были введены обзоры изменений одной строки кода было обнаружено что доля ошибочных изменений снизилась с 55% до 2% В другой организации работающей в сфере телекоммуникаций введение обзоров изменений позволило повысить их корректность с 86% до 99,6% Изменяйте подход в зависимости от рискованности рефакторинга Некоторые виды рефакторинга сопряжены с более высоким риском чем другие Так, замена магического числа на именованную константу относительно безопасна Виды рефакторинга, предполагающие изменение интерфейса класса или метода схемы баз данных или булевых тестов обычно более рискованы Если рефакторинг не сложен вы можете оптимизировать процесс рефакторинга выполняя более одного вида за раз и ограничиваясь регрессивным тестированием кода без официального обзора В случае более рискованных видов рефакторинга будьте более осторожны Выполняйте их по одному за раз Попросите кого-то провести обзор изменения или выполните рефакторинг в паре Дополним этим обычную проверку кода средствами компилятора и блочное тестирование Плохие причины выполнения рефакторинга Несмотря на всю свою эффективность рефакторинг не панацея и допускает несколько специфических видов злоупотребления Не рассматривайте рефакторинг как оправдание написания плохого кода с намерением исправить его позднее Самой большой проблемой с рефакторингом является его неверное применение Иногда программисты говорят что они выполняют рефакторинг хотя на самом деле они просто пробуют что попало в надежде хоть как-то привести код в работоспособное состояние Рефакторинг это изменение работоспособного кода не влияющее на поведение программы Программисты, которые возятся с плохим кодом не выполняют рефакторинг они занимаются хакерством Не рассматривайте рефакторинг как способ позволяющий избежать переписывания кода Иногда код невозможно улучшить небольшими изменениями его нужно выбросить и переписать с нуля Если вы выполняете крупномасштабный рефакторинг спросите себя не следует ли вместо этого перепроектировать и переписать фрагмент кода Так, начинается новая подглава называется Стратегии рефакторинга Число видов рефакторинга выгодных для любой конкретной программы практически бесконечно рефакторинг подчиняется тому же закону снижение выгоды, что и другие процессы программирования и к нему также относятся правила 80-20 Тратьте время на 20% видов рефакторинга обеспечивающих 80% выгоды При определении наиболее важных видов рефакторинга учитывайте следующие советы Выполняйте рефакторинг при создании новых методов Создавая метод, проверьте хорошо ли организованы связанные с ним методы При необходимости выполните их рефакторинг Выполняйте рефакторинг при создании новых классов Создание нового класса часто подчеркивает недостатки имеющих госяк кода Используйте эту возможность для рефакторинга других классов тесно взаимодействующих с новым классом Выполняйте рефакторинг при исправлении дефектов Используйте знания, полученные при исправлении ошибки для улучшения других фрагментов кода которые могут быть подвержены похожим ошибкам Выполняйте рефакторинг модулей, подверженных ошибкам Некоторые модули более подвержены ошибкам, чем другие Есть ли в коде фрагмент, внушающий страх вам и всем остальным членам вашей группы Есть ли такой код или фрагмент кода в программе? Скорее всего он подвержен ошибкам Большинство людей естественным образом стараются избегать таких проблемных фрагментов кода Однако вы добьетесь большего успеха если будете рассматривать их как мишени рефакторинга Выполняйте рефакторинг сложных модулей Другим подходом к рефакторингу является концентрация на модулях имеющих максимальные оценки сложности Одно классическое исследование показало что использование этой методики при сопровождении программ приводило к существенному повышению их качества При сопровождении программы улучшайте фрагменты к которым прикасаетесь Код, который никогда не изменяется, не требует рефакторинга Но если же вы все же изменяете фрагмент кода убедитесь, что вы оставляете его в лучшем состоянии, чем обнаружили Определите интерфейс между аккуратным и безобразным кодом и переместите безобразный код на другую сторону этого интерфейса Реальность часто оказывается грязнее, чем нам хотелось бы Эта грязь может быть обусловлена сложными бизнес-правилами Интерфейсами, с оборудованием, программными интерфейсами и т.д. При работе со старыми системами часто приходится иметь дело с плохим кодом Который, тем не менее, должен постоянно оставаться работоспособным Эффективной стратегией омоложения внедренных старых систем является определение фрагментов, относящихся к грязному реальному миру Фрагментов, формирующих идеализированный новый мир и фрагментов, определяющих интерфейс между двумя мирами Работая с системой, вы можете постепенно перемещать грязный код через интерфейс между двумя мирами в более организованный идеальный мир Если вы только начинаете работать с унаследованной системой она может почти полностью относиться к грязному миру Одна эффективная политика подразумевает, что каждый раз когда вы прикасаетесь к какому-то фрагменту грязного кода вы должны привести его в соответствие с текущими стандартами кодирования присвоить переменным ясные имена и так далее Иначе говоря, переместить его в идеальный мир Со временем это может обеспечить быстрое улучшение базы кода Ну и подглава заканчивается и как всегда контрольный список вопросов Итак, контрольный список безопасный рефакторинг Является ли каждое изменение частью систематичной стратегии изменений? Сохранили ли вы первоначальный код перед началом рефакторинга? Стараетесь ли вы ограничить объем каждого вида рефакторинга? Выполняете ли вы отдельные виды рефакторинга по одному за раз? Составили ли вы список действий, которые собираетесь предпринять во время рефакторинга? Ведете ли вы список видов рефакторинга, которые следовало бы выполнить позднее? Выполняете ли вы регрессивное тестирование после каждого вида рефакторинга? Выполняете ли вы обзор сложных изменений и изменений, влияющих на критически важный код? Рассматриваете ли вы рискованность отдельных видов рефакторинга и адаптируете ли вы свой подход соответствующим образом? Убеждаетесь ли вы, что изменения улучшают внутренние качества программы, а не ухудшают его? Не рассматриваете ли вы рефакторинг как оправдание написания плохого кода или как способ избежать переписывания плохого кода? Ну и вместе с этим заканчивается и глава. И в конце главы ключевые моменты. Итак, изменения программы неизбежны как во время первоначальной разработки, так и после выпуска первой версии. Изменения могут приводить как к улучшению, так и к ухудшению программного обеспечения. Главное правило эволюции программного обеспечения заключается в том, что при эволюции кода внутреннее качество программы должно повышаться. Одним из условий успешности рефакторинга является пристальное внимание к многочисленным предупреждающим знаком, то есть запахам, указывающим на необходимость рефакторинга. Другое условие это изучение многих конкретных видов рефакторинга. Заключительным условием успешности рефакторинга является следование стратегии безопасного рефакторинга. Одни подходы к рефакторингу лучше, другие хуже. Рефакторинг во время разработки самая благоприятная возможность улучшения программы и внесения в нее всех изменений, которые вам так или иначе захочется внести позже. Используйте эту возможность. Ну и глава 24 закончилась. В следующий раз начнем с главы 25, которая называется стратегией оптимизации кода. Ну а вообще тут 35 глав всего, то есть нам еще 10 глав нужно пройти. Поэтому всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, комментируем, предлагаем свои форматы, какие-то свои форматы возможно зачитывать, может быть под какую-то рок музыку, ну или что-нибудь такое. Короче, всем спасибо за внимание, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok